Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении пакет поправок в закон о развитии малого и среднего предпринимательства в России, закрепляющие понятия социальное предпринимательство и социальное предприятие. Законопроект предусматривает финансовую и имущественную поддержку бизнеса. Подробнее об этом в следующем материале выпуска. Законодательная инициатива решает такие важные социальные вопросы, как повышение уровня занятости инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, в получении этими категориями населения необходимых товаров и услуг. Сегодняшний закон определяет большое количество мер. Практически в два раза увеличивается поддержка социальных предпринимателей. И мы ожидаем, что количество социальных предпринимателей тоже возрастет в разы. К социальным предприятиям закон относит те субъекты МСП, которые обеспечивают занятость социально уязвимых категорий граждан. При этом среднесписочная численность таких лиц должна составлять не менее 50% общей численности работников. А доля расходов на оплату труда, относящихся к любой из этих категорий лиц, не менее 25% фонда оплаты труда. Мы считаем, что те наши социально ориентированные бизнесмены, которых, к счастью, довольно много, которые решают важные социальные задачи, но они никак не то что не защищены. Они вообще даже нигде не упоминаются с точки зрения тех или иных юридических дефиниций в каких-либо нормативных актах нашей страны. Законы о социальном предпринимательстве позволят привлечь в эту сферу больше деятельных и неравнодушных людей. Инициатива впервые закрепляет в законодательстве определение понятия социальное предпринимательство и утверждает ряд государственных гарантий для социально ориентированного бизнеса. Это будет улучшение климата в стране. Они будут с улыбкой идти на работу. Мы бы там рядом и общежитие какое-то для них делать. Все это поможет улучшить и доходы, и жизнь людей. Коммунисты и депутаты в Госдуме не поддержали закона о социальном предпринимательстве. От фракции КПРФ по мотивам голосования, согласно рекламенту, в течение трех минут выступил депутат, первый секретарь Краснодарского краевого комитета партии. Любое предпринимательство, любой бизнес имеет своей первичной, главной целью получения прибыли. Иначе они не имеют смысла, и никто не будет ими заниматься. Не путайте. Социальное предпринимательство, о котором идет речь, это не благотворительность. Это не деятельность меценатов или спонсоров, которые вкладывают свои собственные средства. Что же касается принимаемого закона, то он предполагает, что государство будет оказывать социальным предпринимателям целый пакет мер поддержки, в том числе материально-финансового характера, по инфраструктуре, по финансам, по имуществу. Что же получается? Государство непосредственно на общественно полезные цели свои средства искусственно ограничивает. В бюджете не находит. А на те же цели, но только через посредников, направляет. Данный подход наша фракция не поддерживает. И за этот закон мы голосовать не будем. Тем не менее, Госдума приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон о малом и среднем предпринимательстве, которые прописывают критерии отнесения данных предприятий к категории социальных. В дальнейшем такие предприятия смогут претендовать на государственную поддержку. Продолжение следует...